Сирия В Дамаске, в доме Анании, крещение принял святой апостол Павел. Сейчас на этом месте находится церковь, принадлежащая католическому ордену францисканцев. В Древней Антиохии христиан впервые назвали христианами. Христианская община, основанная там первоверховными апостолами Петром и Павлом, существует до наших дней и возглавляет ее третий по чести православном мире, блаженнейший патриарх Антиохийский Игнасий. Основатель самой молодой мировой религии, ислама, пророк Мухаммад, проходя мимо Дамаска, не вошел в город, сказав, что он настолько прекрасен, что похож на рай, а в рай можно войти только один раз. Прошлое Сирии и современность Сирии сосуществуют в душах сирийских граждан, в душах сирийских арабов. Христианская и мусульманская общины Сирии на протяжении веков жили в мире гармонии. И лишь только внешние вторжения завоевателей, такие как крестовые походы, нарушали эту гармонию. В 20 веке и христиане Сирии, и мусульмане Сирии совместно созидали свое великое государство, ведя его к стабильности и процветанию. В наше же смутное время кто-то захотел нести раскол. Известно кто. Эти государства, претендующие на роль мировых гегемонов, нам известны. Эти люди не ценят великих культурных наследий, они не ценят мировой истории, они переписывают все заново. Тот фонд, который мы создали, христианская международная солидарность, мы планируем провести в течение этого года международную выставку с демонстрацией фото и видеоматериалов, содержащих кадры разрушения христианских святынь, представителями нетрадиционных радикальных исламских группировок одной из европейских стран, дабы привлечь внимание международной общественности к проблеме сохранения культурного наследия древних христианских церквей, а также активизировать международные усилия по борьбе с любыми формами и проявлениями религиозного радикализма. Все знают то, что происходит в Сирии. В Сирии не только просто против Сирии, не происходит мощная информационная ложная война. В Сирии происходит уничтожение объектов культурного наследия, происходит уничтожение святыньих крепост, мусульманских, христианских. В Сирии происходит уничтожение цивилизации, древнейшей цивилизации, 7 тысяч лет назад. Эта страна страдает от террора. И если вы следите за ситуацией в Сирии, вы знаете, что на самом деле передаются очень неправильные информации о том, что происходит в Сирии. В разных городах, в Дамаске, в Седная, в Алеппо и именно в городе Хомса произошло уничтожение христианских святений, мусульманских святений. Например, в районе Алхамедия, там, где много расположены христианские святения, церкви и школы православные. Я сам связывался с этими народами и связывался с семьей, которые были в Бадаблагаде, ну как в Благаде своего рода, домашнего своего ареста. Но как эти люди были где-то 7 месяцев или 6 месяцев с месяца февраля в Бадаблагаде, они отключены от связи с внешним миром и не могли даже ни с родственниками общаться. У них не было ни телефона, ни электричества, ни продуктов питания. И несколько раз общался с представителями Красного Креста и Красного Болемесца. Они такие страшные вещи рассказали. И на самом деле вы можете это видеть на разных сайтах и на разных средств массовой информации. Причем радио «Голос России», который вообще следит за этой ситуацией, там есть корреспонденты, которые периодически уезжают в Сирию и следят за ситуацией. Я просто кратко хочу говорить, неужели под таким лозунгом, под лозунгом демократии, под лозунгом свобода уничтожать такую страну, такую красивую страну, древняя страна и в области религии, и в области науки, и в области достопримечательности. Это вообще надо остановить любым способом. Сирия сегодня находится, по сути дела, на передней линии борьбы за суверенитет. Все мы прекрасно понимаем, кто стоит за теми деструктивными силами, которые сегодня ведут войну в Сирии. Это примерно те же самые силы, на самом деле, которые стоят и за деструктивными силами в нашей стране. Мы уже около года тесно взаимодействуем с Союзом сирийских студентов. Вместе организовали поездки трех делегаций из России в Сирию. В том числе была встреча нашей делегации с президентом Башаром Асадом в ноябре прошлого года. Я лично был в Сирии. И я могу сказать так, то есть то, что сегодня происходит в этой стране, это на самом деле не может не вызывать серьезного беспокойства с разных сторон, и в том числе со стороны сохранения культурного водонаследия. Дело в том, что очень много памятников истории, памятников архитектуры, они находятся в зоне боевых действий. Это Хама, Холмс и так далее. И в связи с этим нами было принято решение в сентябре направить делегацию наблюдателей в Сирию для мониторинга за состоянием объектов культурного наследия. То есть мы будем смотреть, в каком состоянии находятся эти храмы, мечети и так далее, и будем сообщать об этом через всевозможный интернет, через те медийные возможности, которые у нас есть. Мы очень ценим поддержку России, борьбы сирийского народа. И это все воплотилось в политике российского руководства по отношению к Сирии, а также в наших дружеских отношениях, которые связывают наши страны в различных областях, экономической, образовательной и в других областях. Я хотел бы обратиться к российским друзьям и хотел бы сказать, что не впервые мы чувствуем поддержку российского народа, нашей страны и нашей борьбы. И это не является какой-то единственной, что ли, демонстрацией вот такой солидарности с нашим народом. Это постоянная политика, отражение постоянной политики и позиции российского государства, российского народа по отношению к нам. Они хорошо понимают, наши российские друзья, те проблемы, перед которыми мы стоим в настоящее время. Мы, сирийцы, подвергаемся нападению со стороны Соединенных Штатов Америки и их западных союзников. И это нападение, это атака не только на сирийское руководство, это атака или нападение, а можно даже сказать и агрессия, в отношении всего сирийского народа, который борется за свои права. Атакам и разрушениям подвергаются также культовые места, в том числе церкви, мечети и другие. Все они также становятся наряду и с народом, жертвой вот этой агрессии, которая развязана против нас, против сирийского народа. Всегда в нашей стране, в Сирии, издавна и мусульмане, и христиане жили дружно, жили вместе и никогда не враждовали друг с другом. И это была неотъемлемая черта жизни нашего общества сирийского. Терроризм в Сирии это не плод и не результат какой-то внутренних, каких-то внутренних процессов. Это элемент, который внесен был в нашу страну искусственно, извне, другими силами. Мы хорошо знаем, что христианство возникло на территории Сирии, и это были практически самые первые шаги христианства после того, как оно стало распространяться вообще в мире. Поэтому древние традиции христианства, они также тесно связаны с историей Сирии, со всеми процессами историческими, которые происходили в нашей стране. И вы, естественно, всегда проявляли солидарность с нами, и это отражалось не только в политических, экономических других контактах, но и в контактах между представителями различных конфессий и религий, как в Сирии, так и в России. Мы являемся народом, который живет в Сирии издавна, и мы вместе, представители различных религий, конфессий, вероисповеданий, сейчас обедены одними чувствами. Мы занимаем практически все единую позицию, мы выступаем за мир, за скорейшее урегулирование тех проблем, с которыми сталкивается наша страна на протяжении последнего времени. И мы прекрасно знаем, что и вы, наши российские друзья и коллеги, также выступаете за мир, также выступаете за урегулирование. И в этом схожесть, я бы сказал, тождественность наших подходов и позиций по отношению к тому процессу, который сейчас происходит, по отношению к этому кризису. Но для нас очень важно, чтобы Сирия осталась целой страной, чтобы она сохранила свою идентичность, свое лицо, чтобы она сохранила себя как единую страну, несмотря на все попытки разделить и расчленить ее, которые предпринимаются сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует...